Остался ровно год до открытия в России Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 14 октября 2017 года в Москве пройдет парад с участием международного студенчества, остальные мероприятия в Сочи. Предполагается, что приедет около 30 тысяч участников с пяти континентов. Каждый студент, который сегодня пришел на Южный Мол, на площадь в город Сочи, может поучаствовать в этом мероприятии. Первое, в подготовке этого мероприятия, второе, конечно, поучаствовать. И все свои идеи, которые у них есть, у сегодняшних студентов, у студентов завтрашнего дня, они могут реализовать, поделившись со своими друзьями, со своими коллегами из других вузов, которые проживают в других также странах. Флешмоб из стафета приветов заключалось в построении фигуры ромашки главного элемента логотипа международного молодежного форума. Сегодня по всей стране прошли такие мероприятия. Открытие часов обратного отчета состоялось и в Москве, на Воробьевых горах. Там же прошла и первая встреча общественных послов фестиваля. А еще год назад в числе и российской делегации, которая представляла на Кубе российскую заявку на проведение фестиваля, и конкретно в Сочи с его высоким уровнем инфраструктуры, была и студентка СГУ Юлия Пономаренко. На тот момент руководитель федерального агентства по делам молодежи, Поспелов, замечательно выступил, представил заявку, и все иностранцы в нас влюбились. То есть возвращались мы уже не только делегации студентов и представителей разных общественных организаций нашей страны, но и с иностранцами, которые сразу же захотели посмотреть город. Как заверяют организаторы, программа фестиваля обширная, ведь для того он и проводится, чтобы у молодежных делегаций была возможность пообщаться в неформальной обстановке и узнать, как живут студенты в других странах. Кстати, Россия уже в третий раз будет принимать молодежь со всего мира. Впервые международный форум прошел еще во времена СССР в 1957 году под девизом «За мир и дружбу» и до сих пор считается самым массовым за свою историю 34 тысячи участников. И тогда он положил начало движению КВН. Второй фестиваль состоялся в 1985 году также в Москве. В числе его участников был и сегодняшний гость флешмоба шоумен Сергей Крылов. Сегодня он живет в Сочи и готов поддержать талантливую молодежь юга России. Елена Всецнадима, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.